В холле Ледового дворца заветный трофей – тот самый кубок, за который уже 12 лет ежегодно борются команды ВИП-класса. Приставка ВИП относится к игрокам. Это руководители высшего звена, управленцы, топ-менеджеры ведущих компаний, спортивные функционеры, а также известные хоккеисты. Звезды на Одинцовском льду в этот раз появились 8 марта. Это всегда традиция в этом городе, в Московской области проводить прекрасные соревнования. Это уже на протяжении многих лет стала традицией. Здесь сильные участники. Идет без компромиссы борьба, хотя и возраст игроков уже за 40. Но игры всем нравятся, все болеют. Верный спутник турнира легендарный Борис Михайлов открывает трехдневное состязание вместе с главой Одинцовского района Андреем Ивановым. На старте шесть команд – «Газпромбанк», «Газпромэкспорт», «Метеор», «ВТБ», новички турнира «Тигры» и действующие чемпионы «Спортима». Сразу после открытия матч группового турнира «Спортима» против «Газпромэкспорта». На соседней ледовой арене «Газпромбанк» сражается с «Метеором». За хоккейными схватками наблюдают и ребята из Одинцовской команды «Армада», с легкостью определяя фаворитов. В первом периоде «Газпромбанк» почти ничего не смог сделать, на мой взгляд. Во втором же «Газпромбанк» прибавил, начал наносить очень много опасных моментов, но ничего не вышло. За какую команду из тех, которые играют в этом турнире, ты болеешь? «Метеор» и «Спортима». Почему? Ну, я не могу объяснить, но мне нравится «Метеор». Не потому, что у них красочная форма, они дружная команда. Они работают вместе все время. По итогам двух соревновательных дней в финал вышли четыре команды. Третье место разыграли «Газпромэкспорт» и «Метеор». Игра шла сложно, закончилась ничьей, и тут настал черед буллитов, в которых преуспели «Газпромовцы». «Метеор» выбыл из числа призеров, но не отчаялся. Мы никому не проиграли в основное время. Проиграли две игры по буллитам. Буллиты, естественно, это лотерея. Ну, наверное, придется мне поработать и проанализировать на следующий год. И вот она, решающая встреча. Игра за первое место. «Спортима» против «Тигров». Амбициозная московская команда добралась до финала без особых потерь. И уже в первом периоде заставила поволноваться действующих чемпионов. В начале игры «Тигры» распечатали ворота соперников, а затем не прекращали атаковать «Спортиму», за которую играл глава Дзенцовского района Андрей Иванов. «Тигры готовились и дерутся, как настоящие тигры. Пока, вот вы видите, еще ни одна комбинация у спорта не завершила взятие ворот. Много было возможностей, но идут какие-то несостыковки. Как я уже говорил, в спорте есть спорт. Здесь побеждает сильнейший. Можно всегда сказать, что вот какая-то шайба – это дело случая или везения. Но на самом деле это многие месяцы подготовки и мастерства». Ситуация прояснилась во втором отрезке встречи. «Спортима» начала забивать. Это прибавило оптимизма всем болельщикам команды. «В сборной Германии на Олимпийских играх тоже не было звезд особо. Но команды вышли, бились и показывают результат. Почему нет?» «Надеемся, что чемпион такая станет чемпионом?» «Конечно». «Я думаю, что спортима. Я думаю, что дожмет. Но немножко не получается забить. Вратарь очень хорошо играет, что могу сказать. Моментов очень много. Я думаю, точно так же, как с «Метеором». Тяжело было. Хабибуллин все тащил. Тяжело играть, когда вратарь играет хорошо». Вырваться вперед действующим чемпионам удалось в третьем периоде. В ворота «Тигров» полетели одна за одной – три шайбы. Победу закрепил гудок «Сирены», который поставил точку в этом простом и одновременно сложном турнире полном надежд и ярких игровых моментов. Лучшим вратарем был признан Николай Хабибуллин. Лучшим защитником – Алексей Подолинский. Лучшим нападающим – Сергей Акимов. Самым ценным игроком соревнований стал Илья Брызгалов. А свой чемпионский статус подтвердила команда «Спортима». «Были настоящие эмоции. Игра получилась далеко не простая. Соперник был достойный. Был непонятный ничейный счет до конца игры почти. Поэтому получилось шикарно все. Хорошая игра, большие эмоции. Все довольны. Отличный праздник». «Ужасная усталость и очень большое счастье. Все-таки мы выиграли в третий раз подряд этот кубок. Никому это не удавалось. Ребята все играли вместе, дружно. Все-таки боролись до последнего. Игры были, если вы видели полуфинал. Финал очень тяжелый. Играли практически до шайбы. Но самое главное – это победа. И кубок вновь у нас». Главный трофей состязания достается команде «Спортима». Она по-прежнему лидер турнира по количеству побед. Но кубок вызова – это не просто азарт и стремление помериться клюшками. Это праздник спорта, главными героями которого становятся дети. Где еще, как не в Ледовом дворце Армады, а можно вот так запросто, сделать фото с прославленным хоккеистом Хабибулиным, олимпийским чемпионом и первым русским вратарем, ставшим звездой НХЛ. «Ребята, играйте в хоккей, работайте и становитесь чемпионами». Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».